всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня поговорим о диплодене и покажу вам конечно же свою красотку которая у меня все лето отдыхала а вот в зиму решила она зацвести посмотрите какое у нее пышное цветение могу сказать это я уже много сейчас убрала бутонов которые уже подвяли а так прям вообще у нее появляется очень много бутонов и цветет она уже у меня наверное недели две наверно даже побольше кто смотрит давно мои видео они уже знают что я люблю очень цветущие растения и мне очень нравится диплодене у меня их несколько сортов но на данный момент у меня цветет только вот один сорт розовая махровая тоже вот набрала бутоны ну так она конечно не так обильно цветет но цветение у меня тоже есть и в сегодняшнем видео я конечно же расскажу как я за ней ухаживаю как я ну полив уход какой грунт в общем все о диплодене и конечно же что она предпочитает и что любит диплодения у нас тропиканка любит она повышенную влажность воздуха очень любит светлые места и чтобы на нее попадало солнце но естественно в летний период ее от полуденных лучей нужно притенять либо растениям либо шторка либо чем еще или как бы в тень унести допустим а так она и солнце в принципе тоже переносит хорошо если она растет на улице конечно же не нужно высаживать на самое солнечное место цветет она обильно раз наверно в год отдыхает ну месяца два ну конечно может и побольше отдыхать это все зависимости от условий если условия ей подходят она может свести круглый год непрерывно просто бывает как бы как допустим летний период весеннее обильное цветение или осенний допустим период обильное цветение такое бывает но бывает такое скудноватое цветение это когда она не уходит на покой допустим да и цветет так выпускает там три два четыре цветочка у меня диплодения она уже взрослая она у меня уже лет шесть наверное я ее вырастила вообще с маленького череночка ну соответственно я его покупала в магазине в обычном где-то в леруа мерлен или в другом каком-то садовом центре это голландский у меня сорт и тем не менее она очень хорошо растет неприхотливая но есть конечно нюансы обладание не любит переливов то есть она не любит когда сильно пересыхает ну допустим это в летний период поливается растение чаще и я ему устраиваю еще летний душ летом она у меня находится на веранде даже я выношу ее на улице и там как раз и устраивают душ потому что тяжелый горшок если его пускать постоянно в ванну ну это тяжелая конечно но я тоже это делаю но когда грунт полностью пересыхает то есть я просто знаю уже свое растение если грунт пересох либо устраиваю ей душ то есть с обмывкой листвы но это естественно чтобы она не цвела потому что нежелательно чтобы вода сильно попадала на цветочки если из мелкого поляризатора то можно и что попала на цветы ничего не будет из мелкого совсем поляризатора а так я в принципе редко я могу сказать опрыскиваю а просто поливаю ее по мере пересыхания я так думаю наверное больше чем наполовину я ей не устраиваю болото вот здесь вот у меня горшок такой керамический я ее пересадила кстати в летом перевалил ее потому что весной почему она не стала мне закладывать бутоны я это уже просто поняла ей не хватило питания корни разрослись питания не хватает и соответственно она не смогла заложить бутоны вот когда я ее перевалила в другое кашко вот в этом например через какое-то время она мне стала набирать зеленую массу и потом заложила бутоны и поэтому у нас получилось то она мне зацепила осенью и чему я очень рада и кстати это не первый раз когда она у меня начинает цвести вот осень зима она у меня бывает цветет вообще если есть создать условия то она может вас порадовать цветением и зимой даже не обязательно лет и что вот сделать для того чтобы гиплодения допустим свела естественно ее нужно поставить на светлое место и даже в зимний период или пусть это летний период должно попадать солнышко не прямые солнечные ночи вот эти полудельные а солнце то есть босток запад если южное окно ну единственное что если что не обожгло листья потому что через окно все таки действительно обжигает листья то можно ее притянить либо растениями я уже говорила либо еще чем-то другим и еще один фактор для цветения это же конечно небольшой глашок но чтобы питательные вещества там были и теперь про питательные вещества я ее подкармливаю удобрением для цветущих растений раз в 14 дней в зимний период я ее тоже удобряю потому что она у меня практически не отдыхает единственный момент зимний период это конечно отопительные приборы соответственно в квартирах дома воздух сухой становится и поэтому ей конечно лучше бы создать влажный климат это можно просто обойтись распылителем либо поставить увлажнитель у меня на канале есть очень много видео про диплодыню и как я ее укореняла как обрезала если кому-то интересно можете зайти и посмотреть ну и сейчас конечно я расскажу вот эти усики которые она в зиму допустим выпускает я стараюсь их обрезать конечно же чтоб она не вытягивалась ну вот допустим вот здесь видите усик был вот я оставила бутон и его обрезала то есть но этот оставила а вот такие вот усики вот допустим вот усик тоже да я могу просто даже вот так оторвать его и все вот главное чтоб она не вытягивалась потому что все равно сейчас зимний период как бы солнце уже меньше становится где-то на вообще не попадает ну естественно лампами я ее досвечиваю смотрите какая красота при вообще глаз радует особенно уже на улице снег пролетает а здесь такое бурное цветение если вы хотите чтобы диплодения целого зимой конечно ее нужно подсвечивать и про грунт многие считают и я сама читала в литературе что диплодения любит кислый грунт то есть чуть ли как не а для азалия ну по личному опыту скажу вот у меня есть 6 лет и она у меня растет в обычном универсальном грунте и никаких проблем я не замечаю вот вообще листья хорошие только единственное я ее поливаю раз в месяц подкисленной лимонным соком водичкой и все это делается для того чтобы листья были блестящие и глянцевые и все еще раз повторюсь если кому-то нужна информация можете зайти на мой канал и посмотреть там выделен целый плейлист про диплодению подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии увидимся в следующий день